тема 9 мая превратилась из символической в политическую и связано это конечно с тем что послевоенный мир на самом деле закончился то есть та система договоренностей и та система координат на которой здесь ждилась европа после второй мировой войны она сейчас активно пересматривается были опросы одного из ведущих французских институтов по исследованию общественного мнения которые показали что если в 1945 году примерно 70 процентов французов считали что россия внесла основной вклад в разгром гитлера то через 50 лет через 60 лет 2005 году уже 63 процента французов считали что соединенные штаты внесли основной вклад в эту победу а в 2014 эта цифра еще более увеличилась по моему до 80 процентов то есть вот это вот ползучая переписывание истории она дает свои результаты и она отвечает конечно определенной политической задачи потому что если предпринимается длительная и серьезная попытка создания и поддержания однополярного мира то естественно история должна тоже соответствовать логике однополярного мира естественно сделать это в одночасье невозможно естественно у историков у многих политиков и во франции и германии и тех же соединенных штатах есть абсолютно правильное представление о том что именно происходило и как это происходило но феномен массовой пропаганды он иной и вот массовую пропаганду систему образования вот вбрасываются эти вирусы информационные вирусы которые потом дают соответствующий результат естественно что сейчас это все обострилось в связи с тем что соединенные штаты встали на путь изоляции россии и как мне представляется этого пути не собираются сворачивать в этом смысле наше взаимодействие по ирану к сожалению является на мой взгляд важным эпизодом но все же эпизодом который не меняет общего характера американо-российских отношений сегодня соединенные штаты очень серьезно рассматривают политику изоляции против россии то есть объемы давления которые оказываются на различные государства исключительно велики я думаю что это не усиливает позиции соединенных штатов в европе конечно мы должны понимать что европа очень близко тесно связано с соединенными штатами америки это страны входящие в единый военно-политический альянс у соединенных штатов америки есть большие рычаги воздействия на европейские государства сильные лобби про американские которые действуют целом ряде европейских государств так что этого конечно нельзя недооценивать но вместе с тем вместе с тем в значительной части европы конечно растает вот это раздражение тем что соединенные штаты считают европу ну что ли продолжением сша то что соединенным штатам не удастся сорвать 70-летие я думаю об этом можно говорить достаточно достаточно смело я не исключаю что такие попытки еще будут я не исключаю что может до этого произойти обострение ситуации на востоке украина но я не думаю что это изменит позиции таких стран как китай индия вьетнам того же земана президента чехии решимость премьер-министра греции алексиса ципроса который сегодня встречается с нашим президентом в москве приехать и на 9 мая в общей сложности пока 26 государств 26 государств будут представлены на высшем уровне плюс приедет генеральный секретарь сайта европы господин ягланд и представители юнеско бокова так что будут представители международных организаций и надо сказать что будут представлены и другие государства вот например франция намерена диригировать своих военных представителей то есть ряд западных стран не направляя президентов или премьер-министров тем не менее будут представлены на определенном уровне это тоже надо понять и в этом смысле конечно вызывает вопросы отказ ангелы меркель приехать на 9 мая потому что что это так сказать это переписывание истории это отрицание так сказать решающего вклада нашей страны в победу над гитлеровской германией до сих пор руководство германии не шло по этому пути или тактический ход я думаю что данном случае мы все же можем говорить скорее о тактическом ходе меркель потому что 10 она числа она приезжает на возложение венков к могиле неизвестного солдата но тем не менее конечно все же все же мне кажется что это весьма спорное решение весьма спорное решение потому что такая такое событие как победа над гитлеровской германией на мой взгляд должна быть выше сегодняшних политических соображений и особенно соображений конъюнктурного характера